октябрь лето пролетело незаметно сентябрь был теплый но последний день сентября отметился морозом ботва у арбузов приобрела вот такой вид за одну ночь но синоптики предупреждали и мы успели снять последние арбузы последние две штуки вон он видишь под крышей думали что их осталось всего два но нашли еще и 3 правда маленький нашли еще один но этот точно не вызрел и он оказался незрелым и это был единственный недозревший арбуз из 9 одно привитое растение дало 9 плодов взвесили последние три арбуза это арбуз весом два с половиной килограмма слегка недозревший особенно сладким его не назовем а это арбуз весом 4 килограмма хороший арбуз закономерность такая получилась чем больше арбуз по весу и размеру тем он вкуснее а может не просто так кажется это самый большой арбуз который вырос в этом году самый большой из девяти плодов на одном привитом корне так один с чем-то такие большие плоды в этом году выросли и у подписчиков канала многие из подписчиков прививали арбуз впервые кто на канале первый раз и не знает что такое прививка арбуза и зачем ее делать может посмотреть видео по ссылке наверху нет так ты чего а как ну как дольку вырежет чуть-чуть и будет дыряван будет стоять я же в холодильник не уберу ну давай режь попала вес это арбуз который называется шуга деликата вкусный вкусный если бы у нас не было мороза 1 и 5 июня то пробовали бы мы арбуз на месяц раньше в июньском обзоре участка я даже не показывал арбуз думала что не оживет после двух ночей с отрицательной температурой но выжил правда очень поздно завязал плоды все остальные арбузы тоже были взвешены вес от 5 с половиной до 9 килограммов общий вес плодов с одного растения составил 54 килограмма не рекорд но все созрели и были очень вкусные арбуз дыни кто забыл то напомню что это второй урожай дынь с одного растения этот плод мы убрали вместе со зрительницы канала зои так и у нас еще осталось раз два три четыре еще ухты еще пять штук осталось еще две дыни мы убрали вместе с ромой мне будет нужно найти все съемки за весь сезон самое интересное сколько созревших на кустах дынь у нас выросло на одном растении но этим я займусь позже созрела еще одна дынька вот она такая у нас желтенькая и на этом растении еще есть две дыни сегодня 4 октября черешковый сельдерей сажали моего первый раз оказалось что выращивать его очень легко ну совсем ничего сложного на рассаду мы его посеяли когда освободилось место на стеллажах то есть рассада помидоров уже переехала в теплицу в рассадный период показал очень сильную зависимость роста от объема кассеты часть росла в общей плошке часть маленьких кассетах часть больших кассетах высадили к себе только из больших кассет и зачем мы его так много посадили сама не знаю после того как вышло видео уборка картошки которая росла в ящиках это видео кто не смотрел может увидеть по ссылке наверху сажала и разные сорта а максимальный урожай дала уника 13 килограммов были вопросы от зрителей а как с урожаем картошки на грядках сразу скажу что рекорд не побит а при фитофторузе его побить нельзя после сильного дождя журавинка тоже заболела а нам было не до нее молния ударила в наш участок и каким-то образом заряд пошел по воде я уже это рассказывала в одном из видео у нас горела насосная станция а без воды ни туда и не седы пока занимались заменой на что ушла неделя при очень теплой погоде и моросящим иногда дожде фитофтороз разгулялся остановить его удалось но клубни расти не начали в нескольких местах начали расти новые стебли но журавинка поздний сорт и рассчитывать на то что новые клубни смогут набрать массу не стоит в общем с грядки мы собрали 60 килограмм вес такой же как в прошлом году но грядка в этот раз было больше длина этой грядки три с половиной метра а в прошлом году грядка было три метра ровно получается что если считать с площади то в этом году урожай меньше перекус журавинки с грядки и картошка из одного ящика вот так они выглядят а белые точки на у ники это излишняя влага нет я думаю что нет сортовая особенность у меня был однажды сорт с белыми конопушками сорт лаура сорт давал клубни под мульчой на фото грядка с которой просто сняли мульчу земле клубни практически не было достаточно урожайный сорт хорошо лежал поздно начинал прорастать но отказались от него из-за вкуса каким-то образом моя семья всегда угадывала во время еды что это именно лаура больше ее не сажаю наталья покажите все же картофель в разрезе мой дунай весь поражен хотя урожай отличный сиреневый такой они голубой разрез голубой дунай и очень крупная уника что происходит в старой теплице убираем все что осталось ведь теплица идет под слом и нужно начинать ее потихоньку разбирать на ее месте будут просто грядки которые еще предстоит переделать все лето я не показывала вам перец у меня была идея получить спелые красные плоды но не на нижнем ярусе как это было в прошлом году а на верхнем теоретически это можно сделать нужно срывать нижние плоды по мере роста я их срывала по одному как только они начинали краснеть не дожидаясь чтобы они покраснели полностью но сделать так чтобы верхний ярус хотя бы начал созревать у меня не получилось возможно потому что это сорт калифорнийское чудо ранним назвать этот сорт ну никак нельзя возможно еще сыграла свою роль погода в начале июня две ночи были с отрицательной температуры остальные ночи плюс 2 плюс 3 градуса что естественно не способствовало росту перца у перца очень хрупкие стволы нужно следить и подвязывать обязательно стволы не гнуться как это бывает у помидора а ломаются в общем нужно не упускать такие моменты и вот с этой стороны он тоже весь поломался роз помидоры тут немного обращали внимание стволы сломаны рядом с ним растет джипси вот это со сломанного джипси и еще один уникальный экземпляр изначально я думал что у меня растет джипси из своих семян потом поняла что это перец который мне дала соседка видимо я сажаю в авральном режиме перепутала соседка сорт не запомнила но говорит что сеяла на рассаду только кубовидный перец похожие чудовище выросла и у нее интенсивностью роста он отличался с самого начала плоды с него я также срывала по одному в зрелом виде окраска плодов ярко-желтого цвета таких огромных растений перца я никогда не видела это все одно растение перец уперся в потолок рост перца был более двух метров сейчас верхушки замерзли во время заморозка обогревателя в теплице не было в общем чудовище это тоже джипси весь низ практически обобран закрыли 13 литров леча и все время ели фаршированный перец заметила что у этого гибрида нет особого желания давать 2 урожай на верхнем ярусе и если он и делает это то достаточно лениво дает пару побегов высоту их нужно не упустить и вовремя подвязать подвязать на стадии цветения или совсем маленьких плодов иначе стволики ломаются посмотрим что собрали старой теплицы вроде бы собрали все ничего не пропустили остатки урожая помидоры вообще все вместе что попалась и перец что еще про огород в прошлом видео я показывала вам вот такой супер беспорядок под дождем эти выходные прошли плодотворно за выходные рома по моему хорошо отдохнул огород приобретает нормальный вид грядку развернули и теперь на нее не будет падать тень от навеса этот короб стоял там где будет установлена новая теплица чтобы не делать лишнюю работу сначала положили плитку потом перенесли короб и последний этап перевести землю старую теплицу тоже уберем и на ее месте будут грядки которые еще предстоит или сделать самим или купить что проще быстрее но дороже скоро сказка сказывается да не скоро дело делается город у нас выглядит на сейчас вот так это тоська и меня все время спрашивают почему мы кладем плитку в проходах они сеем траву которую можно косить вот одна из причин я вам и сейчас покажу вот так крот на границе плитки и земли делают кучи и если не положить плитку в проходах то весь проход будет в таких кучах и вот еще вариант то есть вот эти кучи после укладки плитки чтобы залезть в теплицу выброс он делает на границе и теперь что у нас происходит в новые киплицы помидоры дозревают не могу сказать что они очень сильно стараются но потихонечку бурит огурцы заболели но огурцы еще есть так еще раз тут огурцы там растет на помидоре внизу есть огурцы до них не добрался никто за выходные но конечно сейчас очень холодно поэтому какого-нибудь большого урожая нет совсем но маленькие огурчики на поесть собрать можно вполне дыни осталось две штуки одна из них уже желтая и последняя дыни не знаю успеет хотя бы начать желтеть но будем надеяться что успеет баклажаны такие заросли которые тоже почти доросли до потолка здесь высота прямой стены два с половиной метра вот так продолжают расти их естественно никто не поливает и вообще с ними ничего не делают но каким-то образом они растут уже сами по себе тут тоже краснеет помидоры и в этой теплице еще остался перец и как раз то о чем я вам говорила нужно следить чтобы не ломались стебли вот опять лежит сломанный стебель и тут тоже самое джипси вот такие стебли с плодами а вот тут вот я подвязала и вот 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 он растет тут опять сломался в общем за этим надо следить при выращивании второго урожая 1 урожай как-то держится но и тут в этих зарослях я посадила на грядку шириной 60 сантиметров перец в два ряда и не надо было этого делать но мне было жалко выбросить не только свою рассаду но и соседскую не нужно было этого делать и здесь тоже все растет вторым ярусом медовая капля желтеет вот такой виноград под самым потолком теплицы вот такие помидорчики ну и тут тоже этюд пытается покраснеть в общем теплица пока работает все нормально и вегетативный период у нас продлевается таким вот образом и в открытом грунте то что я вам не показывал но не потому что не хотела потому что все время забывала про капусту она растет укрытая поливать по этой причине мы ее все время забывали сейчас посмотрим что там у нас растет на этой стороне было ранее капуста и цветная которую мы выдернули а здесь осталось только позднее ну вот так выглядит капуста да и и верхние листья кто-то поел даже не знаю кто но внутри совершенно нормально листья все равно обрывать а эту наверное морозом что ли прихватила какая-то она розоватая но думаю ничего страшного такие у нас качаны ну и не вся грядка тут наверное 10 или 12 посажено качанов скоро буду убирать пока мы тут с вами про картошку и про капусту надежда вернулась с отдыха из турции в следующем ролике она расскажет что и как там растет и это видео будет тут прошлогодний урожай картошки выращивание в ящике теплицу нужно ставить осенью как защитить грядки от кротов эффективно и навсегда всем хороших урожаев с вами была наталья сморчкова канал и сайт в огороде про